Шалом дорогие друзья, шалом Хаверим Мы на канале Рэба Илья Гукоцар И сегодня мы с вами Обсудим такую интересную Тему Как Будет называться Духовное зеркало И в рамках Будем рассматривать ее В рамках главы Ваягель И Обсудим эту тему Потому что это очень важный принцип Очень важный духовный закон Часто мы о нем забываем Итак, друзья Прежде чем начать эту тему Хочу поблагодарить всех людей Которые проявляют активность на канале Которые подписываются Которые ставят лайки Комментируют Спасибо вам большое Вы большая поддержка для нас И это очевидно Мы благословляем вас Мы молимся о вас И благословляем Бога Авраама Исхака В вашей жизни И просим Бога Защиты для ваших семей И для ваших домов Чтобы Бог Не допустил Никакого зла В ваш дом И да будет она Обители мира Ваш дом И да будет там Радость всегда И веселье И пусть обойдут вас Беды И минуют Друзья Но сегодня Мы нуждаемся Также В молитвенной поддержке Потому что Сдали анализы Последние Ну кто следит За нашей семьей И за тем Что происходит Сообщу Что сдали анализы И вроде бы Как бы Они допускают Сейчас Ну то есть Они признали Что лечение Дальше Оно как бы Бесполезно Потому что Ну не дает Их результаты Которых бы Оно должно было дать И поэтому Будут делать Операцию Уже Завтра В четверг Нас Ну будут Ложить В больницу В онкоотделение А дальше Ну говорят Что после восьмого Сделают Операцию Поэтому Прошу молиться Всех вас Друзья И поддержать Нас Ну и в молитве И У кого есть сердце Потому что Не достает Той суммы Которые врачи сказали Которая будет Нужна для Лечения Ну и Мы собрали Какую-то часть Ну большую часть Гораздо большую И то Что осталось Там Осталось Около Десяти-двенадцати тысяч И вот Еще анализы Много Потому что Забрали Потому что Надо Много Анализов Которые записали Почему так Я не понимаю Ну Пришлось сдавать Разных Вот этих Платных А там Каждый анализ Это Большин День Почему Не делают Всего этого Когда ты Ложишься В больницу Я не понимаю Это для меня Сокрыто Ну Ну Сказали Так Сказали Так Сказали Поэтому У кого Сердце Есть Поддержать И Помочь Совершить Митцву Вы Исполнить Заповедь Божью О помощи Нуждающимся И больным Ну Под Видео Я оставляю Свою Карточку И Ну Мы Сегодня Очень Нуждаемся Вашей Помощи И поддержке Хорошо Переходим К нашей Главе И Эта Глава Я уже Говорил Она Начинается С того Что Бог Напоминает О шабате И я Пообещал Я буду Тоже Напоминать На каждом Уроке Ну Если Не буду Забывать Вы меня Поправляйте Если О шабате Потому что Это Отправная Точка Как по мне Для всех Остальных Наших Ну Для всего Остального Что мы Будем Делать И совершать На Пути К вечности И Начинается Все Оттуда Потому что Быть Приглашенным В этот День Это Большое Привиление Бог Не зовет Нас Какие Другие Дни Которые Определены Для Других Народов Другие Народы Выбрали Для Праздника Себе И Бог Зовет Нас Шабат Шабат Оно так И переводится Ни одно Слово На Иврите По Недели Не Не имеет Такого Вот Значения Вообще Нету Понедельника Вторника Среды В Иврите Есть Йомахат И Ну и Дальше А вот Шабат Это Седьмой День День Покоя Вот Он Так И Обозначен Так И Переведен И Этот Календарь На Притяжении Тысячи И Тысячи Лет Ведется И Я считаю Его Одним Из Самых Точных Но Говорить Мы Сегодня Будем Не О Шабате С Вами А Поговорим О Помните На Предыдущих Уроках Я Рассказывал Вам По Храму По Дворам Языческим Потом По Дворам Иври И Рассказывал Это Как Рост Одного Человека Духовный Как Он С Язычества Переходит В Дворы Иври Оттуда В Святое Но Если Это Продолжает Путь И Одним Из Атрибутов Святого Там Был Медный Умывальник В последнем Храме Он Был Как Море Сделан И Соломон Так Делал В Мешкане Он Был Как Умывальник Его Прямое Предназначение Это Для Того Чтобы Коэны Совершали Ритуальное Омывение Они Мыли Руки Ноги И Тем Самым Считалось Что Они Омывались От Греха И Очень Важно Было Мы знаем Пребывать В святом Месте Чистым Сердцем И Более Еще Важно Было Иметь Чистое Сердце Когда Ты Входишь Святой Святыль Поэтому Священнику Это Было Жизненно Необходимо Потому Что Говорят Что Если Кто Кто С Нечистым Сердцем Попал Туда Не Находится Ковчег Божий И То Он Живым Оттуда Не Вышел И Интересное Устройство Этого Умывальника Зеркальная Поверхность Умывальника Сделано Было Из Меди Из Пластинок Это Не Было Такое Привычное Нам Зеркало Как Мы Видим Сейчас Зеркала Которые Есть У нас Это Было Мед Медные Пластины Затертые Очень Сильно Таким Зашлифованные Что В них Можно Было Смотреть И Видеть Своё Отражение Ну Вот Понятно Что Ну Не Из Проста Поверхность Вот Этого Умывальника Она Была Сделана Из Зеркальной Что Должно Было Напоминать Священнику Эта Зеркальная Поверхность И Я Сейчас Объясняю Буду Воспользоваться Книгой Ивангелия И Учением Мишуа Когда Ну Развещают Развенчаю Ещё Один Миф Миф Может Быть И Ту Неправду Которые Проговорят Те Которые Что Которые Утверждают Что Ишуа Принёс На землю Новое Учение Какое-то И Тем Самым Отменив Старое Учение То есть Мы Сейчас Не Нуждаемся В Торе Потому Что Есть Новое Учение И Мы Должны И Следовать Так Вот Никакого Нового Учения Не Было Просто Появился Тот Первый Человек Который Истолковал Своей Жизнью Тору Тем Самым Подтвердив Свой Статус Сына Божьего Так Вот Помните Те Слова Которые Он Произносит Когда Он Говорит Что Ты Видишь В Глаз Брата Своего Сыринку Вытащи Сначала Своего Глаза Бревно И Затем Ты Будешь Знать Как И Сам Спасешься И Будешь Знать Как Ему Помочь Так Вот Часто Мы Видя Эти Сыринки Забываем Об Этих Бревнах Для Нас Возможно Оно Еще Сходит Как То С рук Потому Что Не Все Мы Священники Не Все Мы Священодействуем И Ну В Принципе Как Б Нас Ну Есть Прос Конечно Потому Что Мы Судимся Как Известно В Этом Мире Чтобы Не Судиться В Грядущем Но Все Таки Там Перевосвященники В Храме Входя Святое Святых Они Рисковали Больше Я Думаю Чем Мы Ну У У нас Получилось Знаете Как Я Думаю Мы Не Имеем Сколько Ответственности Сколько Имел Первосвящение Но Зато Если Мы С Этими Вещами Не Разбираемся Мы Не Можем Войти В Присутствие Бога То Есть Очень Важно В Любой Молитве И В Любом Священодействии Достичь Того Кульминационного Момента Когда Ты Ощутишь И Переживешь Присутствие Божьей Шахину Так Званую И Это Важно Потому Что Если Ты Стал На Молитве И Ты Не Переживаешь Бога Или Его Божественное Присутствие Ну Естественно Что Эта Молитва Она Как бы Не Приносит Даже На Каком-то Душевном Уровне Удовлетворения Потому Что Ты Не Знаешь Услышал Бог Тебя Не Услышал Получишь Ты Ответ Не Получишь Но Когда Ты Достигаешь Вот Этого Состояния Ты Понимаешь Что Бог Рядом С Маленький Домик Был У Одной Сестры Она Мне Давала Ключи Это Дачный Участок Был Из Деревь Сделанный Домик Небольшой Садовый И Я Там Закрывался Тупил Пичку И Семь Дней Постился Молился Потому Что Была Большая Нагрузка Людей Было Много Надо Было Уделять Кажему Внимание Это Очень Сильно Прибывает К Прибывает К земному Такому И Надо Было Чтобы И Больше Того Скажу Вам Может Кому То Будет Это Полезная Информация Времени От Времени Если Ты Не Делаешь Такие Остановки Как Сказано Остановитесь И Познайте Что Я Господь Бог То Ты Начинаешь Себя Автоматически Ставить На место Бога И Ощущая При этом Свою Незаменимость Подобное Мышление Может Кто Из Я Вам Поделюсь Своим Когда Ты Много Работаешь И Делаешь Работы Той Которые Не делают Другие Люди И Священодействуют Что Есть Большой Соблазн Почувствовать Себя Незаменимым И Вот Тебе Говорится Ты Чувствуешь Что Тебе Надо Отойти Как-то В сторону Чтобы Дать Тому Что Идет Развиваться Самостоятельно Ты Думаешь Как Я Отойду В сторону Ведь Без меня Тут Все Рухнет Вот Это Один Из Признаков Того Что Ты Уже Находишь Под Серьезным Обращением Потому Что Ну Знаете Как Этот Мир И Ни Один Человек В этом Мире Не Зависит От Нас И От Того Что Мы Делаем Или Не Делаем Все Все Находится В Зависимости От Бога Но Есть Вот Такой Соблазн Этого Обращения И Я Закрывался Там Молился Однажды Я попал В присутствие Такой Сильной Божьей И Я спросил Бог Как с тобой Можно Говорить И Я услышал Говори Со мной Как с отцом И вот Для меня Было Это Очень Так Знаете Как-то Ну Как Я могу Так Просто Разговаривать С Богом Но Я переживал Вот Это Знаете Близость И У меня Легко Получалось Да Говорить И слышать Бога Ну Как На Очень Близкие Друзья И Как Очень Близкие Мы Люди И Вот Такие Переживания Было Конечно То Что я Рассказываю Оно Больше Как-то Может Кому-то Показаться Как Мистическим Чем-то Или Еще Чем Но Я Рассказываю То Что Было В моей Жизни И То Что Я Пережил Вот И Вот Это Важный Момент Понимания Если Вот Эти Зеркала Они Служили Для Того Чтобы Священник Когда он Совершает Ритуальные Омовения Вспомнил О том Что Ему Очень Важно Разобраться Со Своим Сердцем Прежде чем Войти И Приступить К Служению Мы Знаем Когда Люди Делали Какие То Вещи Не Так Как Бог Им Сказал Или С Нечистым Сердцем Это Для Них Оканчивалось Серьезными Последствиями И Израиль Это Понимал Поэтому Вот Это Напоминание Для Священника Это В первую Очередь Потому Что Это Надо Было Сделать Прежде Чем Ты Приступаешь К Служению То Прежде Чем Ты Начнешь Исполнять Свои Обязанности Предстоять Перед Лицом Божьим И Вот Видя Вот Эти Начищенные Пластиночки Каждый Говорил О Каждый Священник Вспоминал И Больше Того Он Начинал Вспоминать За Прошедшее Время Что Он Видел В Людях Потому Что С Пересвященники Они Понимали Что Если Ну И Священники И Так Израиль Был Научен Почему Я Говорю Что Вот Эти Места Параллельны И Вот Это Понимание Это Не Мое Понимание Медных Пластин Это Понимание Мудрецов С Которыми Я С Вами Делюсь И Мы Понимаем Что Для Израиля Было Все Это Открыто Просто На тот Момент Когда Пришел Ешо Ему Пришлось Ну Как Б Возвращать Их На Путь Потому Что Они Сбились С пути Ища Каждый Своевольный Ища Того Что Божье И Тогда Священник Вспоминал Что он Замечал За Другими Людьми Он Понимал Что Это Есть В нем И Прежде Чем Приступить К Служению Цель Которого Я Уже Говорил Это Войти В Присутствие Божье И Он Разбирался С Вот Этими Нечистотами Исповедая его Перед Богом Прося Чтобы Бог Очистил Сердце Его И Наполнил Его Светом Чистотой И Любовью К людям И Лишь Только Тогда Он Входил Приступал К своим Прямым Обязанностям Друзья Ну Какой Вывод Я думаю Что Мы Много Знаем С вами Вот Я уверен Что Те Люди Которые Находятся Здесь На Канале Или Будут Находиться Еще Они Уже Ну Очень Серьезно Духовно Подкованы Но Я вам Напоминаю Простые Элементарные Принципы Не за тем Чтобы Ну Вот Просто Поговорил И все И забыли Пошли Дальше Прежде 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 Чем Мы Будем Идти Переходить К Более Серьезным Вещам Для Меня Важно Тем Более Не имея С вами Такого Контакта Для Нас Принципиально Важно Иметь Чистое Сердце Потому Что Ну Все Ищут И Хотели Бы Знать Законы И как Духовные Законы И как Они Действуют Тора Как раз Она Открывает Эти Законы Но Есть Большой Соблазн Что Ты Вот Эту Информацию Которую Мы Берем В Сакральном Да В Потаенном Мире Ты Используешь Ее Сюда В Профанный Мир Для Того Чтобы Удовлетворять Вожделение Своей Плоти И А Это На На данном Уровне На Уровне Уже Приближения К Богу Да Потому Что Я Уверен Ну Здесь Нет Людей Которые И Не Приходят Люди Которые Ну Вообще Еще Там Думают Обратиться Им Бог Или Не Обратиться Если Такого Есть Помышите Ручкой Или Напишите Что Мне Было Интересно Ну Здесь Более Менее Духовно Зрелые Люди И Понятно Что Вот Младенчество И Когда Нам Просто Прощалось Очень Много И Ошибки Те Которые Мы Делали Мы Делали Их Искренне Чистым Сердцем Ну По Своей Такой Нетерпимости Знаете Быстрее Надо Все Сделать Чтоб Успеть Ну А Ну Тогда Ну С Нас Меньший Спрос Был Но Сегодня Этот Спрос Возрастает И С Каждым Метром Приближения Мы Понимаем Помните Ишуа Сказал Когда Эти Ну Заслию Слепорожденный Прозрел И Его Искушали Книжники Фарисей И Он Сказал Вот Такие Слова Они Говорят Ему Что Ты Хочешь Сказать Что И Мы Слепые А Он Говорит Если Были Слепые То Не Было Были Слепые То Не Было Бы На Вас Греха Но Как Говорите Ну Что Вы Зрячие То Грех На Вас Друзья Хорошо Познавать Божьи Законы Хорошо В них Двигаться Чувствовать Себя Безопасным И Это Но Также Очень Важно Понимать Что То Что Мы Познаем Оно Поднимает Также Нашу Ответственность Перед Богом Потому Что Ты Уже Не Можешь Сказать Я Этого Не Знал Или Этого Не Слышал Или Этого Не Понимал Все Что Для нас Уже Более Менее Открыты Есть Вещи Есть Много Того Что Мы Не Знаем Еще Нам Предстоит Познать Но На Том Уровне Нам Очень Надо Было Быть Осторожными И Очень Важно Быть Бдительными Почему И Говорится Бодрствуйте Ибо Не Знаете Когда Придет Господин Вот То Чем Я Хотел Сегодня Поделиться С вами И Благодарю Вас Что Вы Слушали И Спасибо Что Вы Есть В 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 Прошу Еще Раз Пожалуйста Молитесь И Молитесь Чтобы Бог Дал Устройство Во Всех Делах И Направлениях Особенно Вот Этот Промежуток Времени Потому Что Есть Опасения Определенные Организм Истощенный Оксаны И Все И Эта Операция Будет Так что Много Есть Нюансов И Надо Чтобы Божественное Присутствие И Мешательство Было С нами На этом Заканчиваю Благословляю До новых встреч Друзья Всех Люблю Обнимаю Пусть У вас Все Будет Хорошо И Пусть У вас Все Будет С Любовью Шалом 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 Шалом